Здравствуйте! Сегодня четверг, 21 марта. В нашем ежедневнике мы расскажем о важных событиях, резонансных и ярких материалах региональных СМИ и о прогнозе погоды в Пскове на завтра. Что нас ждет после выборов? Этот вопрос при поддержке радиослушателей сегодня обсуждали ведущие программы «Три мудреца» Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко. По традиции не обошлось и без ранечного обзора скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. Главное событие в общем дня, недели, а возможно и века. Окаменелости древних моллюсков нашли возле Мирожского монастыря. Как выяснилось из дальнейшей новости, но здесь видно и по фотографии. Видна окаменелость. Да, окаменелость с Дионского периода Палеозойской эры, брахиоподы в известняке. То есть тот, кто хоть раз гулял по берегу реки Великой и в принципе по берегу любого водоема на северо-западе России, где есть известняковое отложение, легко может встретить вот эти... Набрать себе карманчик брахиоподов. Да, эти самые сенсации. Ну, несмотря на это, это все было подано вот как сенсацию, что удивительно... Кстати, я извиняюсь, что перебью. Тут еще такой неловкий момент, но по-моему слово моллюсков у наших коллег написано примерно с двумя ошибками. Но на такие нюансы, на такую ерунду мы, конечно, уже давно закрываем. Обращать не будем. Очередной выпуск нового проекта собрания, посвященный 30-летию регионального парламента, вышел в эфире ПЛНФМ. Это новый проект радиостанции. Сегодня гостями студии стали депутаты Псковского областного собрания второго созыва Анатолий Копосов и Елена Косинкова. Они поделились своими воспоминаниями об истории регионального парламента, рассказали о том, каким был тот созыв и какие задачи решал. Какие были депаты на сессиях у нас, когда Савицкий начинал одно говорить, некоторые другие – другое. И там, понимаете, такие стычки. Люди, которые знали, куда идти, что надо делать. И на сегодняшний день Савицкий показал своей жизнью, что он развивался, развивается и будет развиваться дальше. А некоторые, которые там слишком много говорили и хотели иметь что-то такое, понимаете, они сегодня где? Они где и там. Троительство флагманской школы в Псковской области планируют начать в 2024 году. Концепцию утвердили на совещании губернатор Михаил Ведерников и министр просвещения России Сергей Кравцов. Школа на 800 мест и кампус на 300 мест будут построены в Борисовичах по нацпроекту образования. В учреждения будут внедрены самые передовые технологии и современные методики обучения. Подробности на сайте Псковской ленты новостей. На днях РИА Новости выпустили очередной рейтинг зарплат. Псковская область заняла 83 место из 85 возможных. Как оказалось, местные богачи и госслужащие получают в 3-5 раз меньше, чем самые зажиточные работники Санкт-Петербурга и Москвы. МК в Пскове решил выяснить, как в области изменились зарплаты за последние 5 лет, кто получает больше всех и на что готовы работники ради больших барышей. На этой неделе президент России Владимир Путин встретился с руководителями фракции в Государственной Думе. Речь шла в том числе о согласовании нового состава правительства. О том, как будет выстроена эта работа и об основных задачах Государственной Думы в поствыборный период, в беседе с корреспондентом Псковской ленты новостей, рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов. Многие знают об охраняющих культурное наследие Главного музея Санкт-Петербурга и Эрмитажных котах. Животные работают в музее официально и даже есть отдельная статья расходов на содержание четырех лапок сотрудников. В Псковской музее пока усатых хранителей не трудоустраивают, но это не значит, что там нет своих музейных котов. Есть и еще какие. Псковская лента новостей собрала мимими-подборку. Студенческий фестиваль ГТО состоялся в Пскове 20 марта. Площадкой фестиваля стал легкоатлетический манеж стадиона «Машиностроитель». Подробности спортивного мероприятия в фоторепортаже Александра Елисеева на Псковской ленте новостей. И о погоде в Пскове на завтра. В пятницу 22 марта днем небольшой дождь от плюс 3 до плюс 6 градусов. Ночью также небольшой дождь 5-6 градусов со знаком «плюс». Ветер южных направлений умеренный. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на Плэн-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин